Жизнь каждого человека неповторима. Она плетет свой затейливый узор, начиная с его рождения, вплетая в него события, мечты и мысли, но только от человека зависит, каким в итоге он станет. Вот и мечты о небе обычного мальчишки привели его к званию генерала-майора авиации. Родившийся в 60-х годах прошлого века, Гаджеев Тагир Минитулахович был обычным ребенком. Пока его взглядом не завладело небо. И тут понеслось. Кружки по авиамоделированию, книги об авиации, мысли о полетах занимали его полностью. Вот как он сам вспоминает об этом. «У меня в роду никогда не было летчиков, а тем более летчиков-снайперов. Но не знаю, отчего с раннего детства в голове сидела мысль о самолетах. Ходил в авиамодельные кружки, читал специальные книги и не пропускал ни одной газетной публикации на тему авиации». В 1977 году, после окончания школы, сомнений, куда поступать, у него уже не было. Ставропольское высшее военно-авиационное училище летчиков и штурманов имени маршала авиации судца. Однако все оказалось не так гладко. После школы решил, поступлю только в летное училище. Прошел комиссию, а мне говорят, не годишься ты в летчике. Носовая перегородка искривлена. Это я боксом когда-то занимался, а теперь не мог опомниться. Мечта таяла на глазах. Но оказалось, что можно сделать операцию и все поправить. Я сразу же это сделал и поступил в училище. Училище он окончил с красным дипломом. Дальше его ждали небо и самолеты. Не думал о погонах, зарплате или полагающемся жилье. Удивлению не было предела, когда получил первую зарплату. 500 рублей советскими деньгами за два месяца. Это была сумасшедшая сумма. Отец семерых человек содержал. Так что я привык к скромной жизни. А тут накупил подарков маме, всем родным. Но вскружить голову мне способно только небо. Наедине с ним испытываешь особое ощущение близости к Богу. При этом ты крайне сосредоточен, отбрасывая все лишнее. Дальше его карьера пошла в гору. Окончив с отличием училища, Тагир Минитулахович стал летчиком истребительного авиационного полка Киевского военного округа. Затем старшим летчиком истребительного авиационного полка того же военного округа. Шло время. Опыт давал свое. И Тагир Минитулахович становится командиром авиационного звена истребительного авиационного полка. Прирожденный лидер. Он не останавливался на достигнутом. И в 1987 году он становится заместителем командира авиационной эскадрильи Истребительного авиационного полка Киевского военного округа. Всегда хотел быть первым во всем. Будь это мальчишечие разборки, достижения в работе или женщины, поэтому и титул заслуженного военного летчика Российской Федерации, и обладание Орденом за военные заслуги перед Отечеством считаю для себя логичными. Правда, не к ним стремился, а к соответствию своим внутренним требованиям к доверию сослуживцев. В 1992 году, окончив военную командную академию ПВО с золотой медалью, Тагир Минитулахович становится командиром авиационной эскадрильи Истребительного авиационного полка Северокавказского военного округа. А уже в 1997 году он встал на должность заместителя командира Истребительного авиационного полка, дислоцирующегося в городе Астрахань. Будучи управленцем от природы, Тагир Минитулахович достойно выполнял свои обязанности, подавая пример остальным командирам. Людьми управлять сложнее, чем самолетами. Авиационные командиры — это такие начальники, которые должны решать любые вопросы, начиная от казарменных, бытовых, до сотрудничества с местными властями. Своим опытом военного летчика и командира он стал делиться с будущими воздушными асами с 1999 года, став начальником учебного центра боевого применения авиации. Но на этом география его послужного списка не остановилась. И уже в 2004 году Тагир Минитулахович становится заместителем командира дивизии ПВО в Сибирском военном округе, а затем командиром дивизии ПВО. «Я не добрый командир. Командир он как отец. Добрым быть не должен. Мужчине, чтобы править миром, тоже нужны жесткость и справедливость. Моя требовательность ослабевает только наедине с близкими. Когда уходил на пенсию, расслабился, сейчас вот снова вернулся в строй, быстро вернул себя в тонус». В 2009 году он уже находился на должности командира бригады ВКО в Сибирском военном округе в городе Обь. Даже уйдя на пенсию, Тагир Минитулахович не оставил неба, став сначала генеральным директором ОАО «Авиакомпания Астраханские авиалинии», а затем генеральным директором ОАО «Международный аэропорт Волгоград». В 2013 году стал военкомом республики Северная Осетия, Алания. Но его бесценный опыт летчика и командира не подарили ему спокойную старость, и небо призвало его снова. В этот раз в должности командира дивизии Воздушно-космических сил в городе Крымск, Краснодарского края. Участие в боевых действиях по установлению конституционной законности в Чеченской республике и Республике Абхазия, звание летчика высшей квалификации, более 30 тысяч часов полета, стальной характер и сила духа. Все это Тагир Минитулахович, заслуженный военный летчик Российской Федерации и кавалер ордена за военные заслуги перед Отечеством. А в феврале 2017 года Тагиру Минитулаховичу было присвоено звание генерал-майора. Быть летчиком, быть патриотом, быть человеком. За свою жизнь Тагир Минитулахович успешно выполнил все эти задачи, став не только достойным примером, но и опытным наставником для молодого поколения будущих летчиков и настоящих ценителей своей родины.